Ну вот опять-таки реальные активы и их ценности, кто не заинтересован, небольшой такой у нас запланирован разговор с вами. Мы бы хотели понять, что вы с нами получите обратную связь, то есть какими активами вы либо управляете, либо владеете, если среди слушателей есть акционеры-собственники. То есть есть такой небольшой опрос, чтобы мы понимали, какая аудитория собралась, то есть какими активами вы управляете, вот в том понимании, которым мы только что рассказали. Ну это не опрос маркетинговый, мы просто хотим, чтобы вы осознали, что если у вас есть актив, то на первом обычно первое слово, вот обратите внимание, нефтедобывающие, то есть актив, его ценность именно добычи нефти. Если генерируете энергию, то понятно, что энергия и генерация являются ценностью этого актива. Ну я думаю, что есть у нас компании и мини-капиталоемкие, которые транспортируют грузы, ЖКХ. Кстати, на Западе, вот как раз Сергей упомянул о нашем журнале, сейчас очень много статей, именно западных, прям вот свежих, прямо этого года, они посвящены генерению стандарта X-155 тысяч ЖКХ. В нашем понимании это вот ЖЭКи, которые обслуживают там дом, муниципалитет, то есть там уровень использования стандарта, это не как у нас Газпром, Северсталь, а даже чуть поменьше. И очень хорошо там просматривается тенденция, что ценность, она явная, она ощущается там этими клиентами, ее нужно как-то обеспечивать нашими мероприятиями по ремонту. Наверное, хватит нам, посмотрим, кто вы такие. Ну, другое, да, это если мы не угадали, что вы владеете там какими-то активами. У нас все настроения, да, есть у нас лидер генерация, все капиталоемкие отрасли промышленности, вот какое-то средство у нас есть. Ну, да, ЖКХ мы шутили, но действительно есть компании, которые обеспечивают качество воды, качество тепла, и мы непосредственно ценности ощущаем у себя в квартире. Ну, как раз здесь, вот мы там сейчас ответов вам не прилагаем, а некое рассуждение, что действительно ценность от активов, она определяется вот то, чем вы владеете, там, запасы нефти, возможность генерации тепла. Как раз ЖКХ у нас водоканалом московским тут представлен, ну, на моей картинке. Деревообработка, ну и вообще лес, бумажная промышленность тоже есть. Второй вопрос, ответ на который вы должны себе там, по крайней мере, задать и получить ответ. Какая цена? Как раз идеи ваших компаний есть там и горные компании, и нефтедобывающие, ну, в нашем случае угольная была. То есть ценность актива может быть просто как самого актива в запасах руды, нефти, угля. То есть акционер смотрит на разведанные запасы нефти или там руды и говорит, что ценность, она в разведанных запасах. И теперь ваша система управления активами должна мне эту ценность, скажем так, преобразовать в мою прибыль. Это совершенно другой уровень политик, чем давайте делать ППР. Второй аспект, если вы транспортные компании, там, какие-то предоставляющие услуги, ценность актива – это способность предоставлять вот тот самый сервис, очищать воду, перевозить грузы. Это тоже элемент политики, вы должны прямо в политике это явным образом написать, и акционеры должны там подписаться, что именно это является ценностью их активов. Третий, ну, вот момент такой – обеспечивать имидж в России слабо применим, но, опять-таки, в тех статьях, которые вы можете почитать на западной культуре, обеспечение имиджа является чуть ли не главным в их активах. Мы у себя покопались, так сказать, нашли примеры, ну, правда он такой. А если вы владеете, там, большой компанией, у вас есть поселок, и вы ТЭЦ, который отапливает этот поселок, тоже обслуживаете, для вас это, в принципе, убыточный процесс, но имидж – это обеспечивает ваших сотрудников, население этого поселка теплом. Вот, как раз, Норильская ТЭЦ, она обеспечила теплом Норильский регион. Вот, что такое имидж, вы поняли, наверное, из новостей. И ценность актива безопасность, опять-таки, тут ценность может быть не просто, опять-таки, какая-то мифическая, а совершенно конкретная технологическая, в данном случае, позиция, может обеспечить безопасность сосуда под давлением. Это тоже ценность на уровне конкретной железки, которая стоит на этом сосуде. Ну, и самое последнее, то, с чего вы, скорее всего, начнете рассуждать, что ценность для вас – это ценность выполнять функции, перерабатывать нефть, подавать воду на реактор, контролировать. То есть, такие технологические процессы, которые для технолога, как владельца оборудования, являются ценной. То есть, к чему я это говорю? Вот этот вот язык перевода, как сказать, мифических ценностей в какие-то понятные технологические определения – это вот как раз задача, что же такое праниактивами, и где там праниремонты и оборудование. Такой язык нужно создать. Ну, и аспект заинтересованности. Опять-таки, когда мы выполняем проекты и начинаем рассуждать о ценностях, у нас появляется уровень, как ни странно, появляется уровень акционеров, про который мы иногда забываем. У них классические требования – там, прибыль, выручка, какие-то денежные вещи. У вас, как руководители компании, очевидная заинтересованность – это выпускать продукцию, вам дают план продаж, вы выпускаете продукцию, соответственно, ценность – это именно для вас в этом. Есть у нас такие организации «Ростехнобзор», «Стад» и прочее, которые в ваших активах видят интерес именно соблюдения требований по безопасности, по экологии. Ну, они контролируют вас именно с точки зрения этого интереса. Опять-таки, в реальных проектах, когда вы спуститесь на понимание цели компании, если вы спросите у водителя самосвала, какая ценность этого самосвала, он вам ответит – зарплата. То есть я хочу, чтобы каждый месяц тот доход, который я планирую, получать от этого самосвала. То есть тут интересованность, она не в ремонтах совершенно, а в том, что самосвал способен перевозить руду. Ну и последнее – это клиенты. Это, опять-таки, их интерес в получении качественных продукций, фуг, и это должно быть обозначено в политике. То есть такая интересная, так сказать, мозговая активность без слова «ремонт» и без слова «оборудование», именно на уровне вот этого требований стандарта, как он видит наши процессы в управлении активами. «Музыка» «Музыка» «Музыка»